Всем привет, с вами Наташа Белоруссия и рада видеть вас на своем канале. Девчонки, всем доброе утро. Я только что вышла из душа, только умыла свое лицо и решила для вас в который раз уже записать свой рутинный уход. Тем более, что у меня здесь есть интересная линейка, о которой бы я хотела вам рассказать. Обязательно напишите мне внизу в комментариях, интересен ли вам такой формат видео, именно как я наношу, сколько, какое средство. Все сейчас подробнейшим образом опишу, если вам такие видео нравятся. Не просто, знаете, такая накрашенная нимфетка, сидящая перед камерой, трясущая просто флакончиками, а прям вот так вот с голой кожей после душа все конкретно вам показывать и рассказывать. Обязательно пишите мне в комментариях, нужны ли вам подобного плана видео. В общем, я только что вышла из душа, естественно, я умыла свое лицо кислотной умывалкой. Я вам про умывалки уже не раз рассказывала в своих рутинных таких видео, что мы выбираем умывалки кислотные, либо с нейтральным PH, не щелочные. Кислотные умывалки, они не разрушают так сильно ваш PH-баланс, тем самым они не стрессируют кожу, не пересушивают ее. А вот щелочь, она очень губительна и действует на вашу кожу, сильно ее пересушивает. Далее, после умывания мы с вами обязательно, девчонки, наносим тоник. Неважно, какая у вас умывалка, кислотная, либо тем более, если она у вас щелочная, мы наносим тоник. Для чего нам нужен тоник и почему же он является неотъемлемой частью ежедневного ухода? Смотрите, кожа стрессируется, ваши сальные железы, она пересушивается и сальные железы начинают вырабатывать активное кожное сало. Кожное сало создает на вашей коже такую тоненькую пленочку, через которую все остальные последующие компоненты, будете вы наносить сыворотку, ваш дневной крем, они не будут так хорошо впитываться и увлажнять. Тоником вы восстанавливаете ваш pH-баланс, тем самым сальные железы у нас не вырабатывают излишний жир и не создают вам никакой барьеры, и последующий весь уход будет впитываться значительно лучше. Я надеюсь, что вы поняли. Сейчас я покажу вам, как я наношу тоник. Чаще всего именно утром, потому что вечером я очищаю тоником, я наношу на ватный диск и провожу по лицу. Утром я аппликативно наношу тоник, наливаем тоник на ладошки и аппликативно, втаптывающими легкими движениями, наношу тоник на все лицо. Последующий уход у меня будет отлично впитываться и достигать самых глубинных слоев кожи. Так, ну что, давайте поговорим, что у меня это за тоник. Я уже его нанесла. Подождем как раз немножко, пока тоник у нас питается. Девчонки, это корейская марка IZZ Anyone Calming Toner. Что за тонер? Вообще, производитель заявляет нам, что этот тонер подойдет для обладательниц сухой, нормальной и чувствительной кожи. В составе этого тоника я сразу же первым делом всегда залажу у нас составы и оцениваю уже средства по составу. В составе этого тоника на первом месте у нас вода кипарисника. Естественно, значительно лучше, когда у нас будет какая-то полезная водичка, чем обыкновенная. Здесь у нас вода кипарисника, она хорошо увлажняет, успокаивает кожу. Плюс вода кипарисника имеет антибактериальный эффект. Далее у нас в составе буквально в тонике, наверное, на четвертом, либо на пятом месте у нас находится неоцинамид. Вы прекрасно знаете, это модный сейчас компонент. Неоцинамид у нас регулирует выработку кожаного сала, да, работу ваших сальных желез. Плюс неоцинамид предотвращает раздражение, высыпание и он успокаивает кожу. Также у нас здесь в составе еще и пантенол. Пантенол заживляет и также успокаивает. Именно поэтому, девчонки, я эту линейку могу порекомендовать не только обладательницам сухой и чувствительной, там, возможно, нормальной кожи. Я однозначно эту линейку могу порекомендовать также и для жирной, потому что у меня кожа именно жирная. Так и для проблемной кожи за счет вот этих вот всех свойств антибактериальных, увлажняющих, да, регулирующих выработку кожаного сала и восстанавливающих все то, что нужно и обладательницам жирной и также людям, которые сталкиваются с высыпаниями. Тоник, самое главное для меня, чтобы тоник хорошо увлажнял. Девчонки, от этого тоника, знаете, есть такие тоники, которые наносишь на лицо, он такой как водичка, ты вообще ничего не почувствовал. Этот тоник, вы наносите этот тоник для обладательниц жирной кожи, допустим, для меня в летний период, мне, возможно, будет достаточно только этого тоника, потому что он впитывается, ему надо пару минуток для того, чтобы он впитался, тогда он уже не будет ощущаться на вашей коже никаким липким слоем и он реально увлажняет кожу. Для моей жирной кожи, у меня кожа, естественно, в хорошем сейчас состоянии, да, мне этого увлажнения, в принципе, на каждый день даже и хватает. Далее, после тоника я наношу из этой же линейки у нас сыворотку. В тонике, кстати, у нас 200 мл, и я, кстати, не сказала, что эта марка, она использует только зеленые компоненты, те компоненты, которые не приносят никакого вреда вашей коже. Далее, после тоника я наношу увлажняющую, успокаивающую, восстанавливающую сыворотку. Здесь у нас плотный такой, кстати, классный пластик, мне нравится, как оформленная, знаете, линейка, что-то типа вроде, кажется, профессионального ухода. Здесь у нас 50 мл, классический, да, такой формат с пипеточкой и сыворотка. Опять же, не совсем привычный нам формат сыворотки, потому что она такая плотненькая, знаете, она как полугелевая. То же самое, как и тоник, я наношу аппликативными движениями сыворотку на ваше лицо. У сыворотки приятный такой, знаете, не цветочный аромат, какой-то легкий запах, совершенно ненавязчивый. Как только вы наносите эту сыворотку на ваше лицо, она тает, превращается в водичку и начинает мгновенно впитываться. Что в составе у нас этой сыворотки? В составе этой сыворотки у нас, опять же, на первом месте та самая вода кипарисника, которая увлажняет, успокаивает. И также антибактериальный эффект, то, как раз то, что нужно мне. Плюс в составе этой сыворотки, опять же, тот же самый наш неоценамид, который увлажняет, дополнительно регулирует выработку кожного сала, работу ваших сальных желез. И активно восстанавливает увядшую кожу. Такие сыворотки, они уже направлены на более глубокое действие. Она глубоко будет питать, глубоко увлажнять. Плюс эта сыворотка имеет легкий антивозрастной эффект. Поэтому также можно, в принципе, посоветовать эту сыворотку и девчонкам после 30. Для меня самое главное, чтобы сыворотка не оставляла, знаете, на коже такого липкого слоя. Вот эта сыворотка впитывается до конца. Но вы ощущаете, опять же, точно так же, как после тонера, вы ощущаете, да, то, что вы что-то увлажняющее нанесли на вашу кожу. Плюс 10,50 мл. Хватит ее надолго, потому что чаще всего форматы сывороток выпускаются, да, в 30 мл. Кстати, я вам не сказала, где купить. Я оставлю вам ссылочки, девчонки, внизу. Заказывайте напрямую из Кореи. Потому что в наших магазинах чаще всего перекупы делают какие-то адские накрутки. Именно поэтому я заказываю корецкую косметику именно напрямую из Кореи. Это значительно дешевле и выгоднее для вашего семейного бюджета. И последнее средство, которое я буду наносить, то, чем я буду запечатывать эту сыворотку. Эту сыворотку все-таки лучше именно запечатать, для того, чтобы она не испарялась и еще глубже увлажнила и проникла в вашу кожу. Далее у меня здесь будет вот такой из этой же линейки крем. Все то же самое, что я рассказывала вам только что о тонике. Здесь у нас в составе этого крема то же самое. Единственное, что в этой линейке, я еще не сказала, в конце списка в составе этой линейки у нас пампкин, экстракт тыквы. Экстракт тыквы он круто освежает. Вы же знаете, что он хорошо эксфолирует. То есть дополнительно он слегка отшелушивает вам эту кожу. Поэтому я и говорю, что я эти средства могу рекомендовать. Как для сухой кожи, потому что экстракт тыквы здесь почти там на самом конце, он не будет слишком агрессивно воздействовать на вашу кожу. Также и для жирной кожи, потому что здесь все те экстракты, которые на самом деле полезны и обладательницам жирной проблемной кожи. Смотрите, девчонки, опять же, крем у нас имеет легкую такую гелевую текстуру, консистенцию. За счет чего, как только вы наносите этот крем на вашу кожу, он начинает мгновенно таять, точно так же, как и сыворотка, и впитываться. Опять же, девчонки, я не знаю, уже 10 раз, наверное, это повторила, что именно поэтому мне показалось, что эта линейка будет идеально подходить для обладательниц и жирной кожи. Потому что вы не перегружайте кожу, потому что все, кто с жирной кожей, прекрасно знают, что когда наносишь какой-то жирный такой плотный толстый крем, ты ощущаешь себя, как будто, я не знаю, ты в каком-то скафандре. Здесь с кремом такого совершенно нет, он мгновенно впитывается. Мне даже показалось, что для обладательниц сухой кожи просто вот этого вот крема будет мало, потому что у него очень приятная, легкая, полукремовая, полугелевая текстура. Крем это точно так же восстанавливающий, как и сыворотка, он хорошо увлажняет, также он питает кожу, восстанавливает ваши все обмены, вот эти вот ускоряет. Тем самым кожа предотвращается от преждевременного старения и, естественно, увлажнения. Все те полезности для кожи, которые должен приносить крем. Смотрите, я только что его нанесла, и он уже мгновенно впитывается, да. Видно вам, да, что кожа увлажнена, но на ней нет вот этого вот жирного слоя пленки. Для меня это безумно важно, чтобы моя кожа ощущала себя настолько же комфортно, да, внешне, как она будет себя ощущать и внутренне. В общем, мне эта линейка, на самом деле, понравилась, довольно-таки неплохая. Опять же, я могу порекомендовать ее однозначно и для чувствительной кожи, любой, сухая, она жирная, либо нормальная, и также для обладательной жирной и проблемной кожи, потому что в составе этих средств очень много компонентов, которые борются именно с проблемной жирной кожей. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Обязательно ставьте класс, пишите свои комментарии внизу. Всем спасибо, пока-пока!